Здравствуйте, мы возвращаемся в студию репортера, мы в прямом эфире, я с удовольствием представляю нашего гостя, моего собеседника Максим Степанов, глава Одесской областной государственной администрации. Максим Владимирович, добрый день. Добрый вечер. Давайте поговорим сегодня об самой актуальной, пожалуй, в последнее время теме, это тема образования, не только в Одесском регионе, в Украине в целом, закон об образовании был принят. Сегодня в Одесской области, в Одессе в частности, все ждали профильного министра Лилия Гриневича, но вместо нее приехал профильный заместитель Павел Хабзеев. Вам известно, почему в последнее время была изменена программа ее визита? Лилия Михайловна, появились неотложные дела, вчера мы с ней связались, и поэтому мы внесли такие корректировки, потому что у нас было сегодня важное очень событие, конференция по профессионально-техническому образованию. Лилия Михайловна, теперь, я думаю, приедет к нам 1 ноября. Давайте о реформе образования. Это камень преткновения сейчас, я боюсь, чтобы этот вопрос вообще не вышел на международный уровень, я имею в виду этот конфликт. В Страсбурге сейчас идет судебное разбирательство в отношении объективности принятия этого закона. Венгрия высказалась, да, уже вплоть до того, что планирует делать все для того, чтобы европейский путь Украины каким-то образом был прерван в связи с принятием этого закона. Болгария, Румыния, румынский президент отменил свой визит в Украину из-за принятия этой реформы. Все проблема в том, что они считают, что права национальных меньшинств в языковом вопросе будут ущемлены Украине. Одесская область, естественно, одна из тех областей, где национальные меньшинства достаточно плотно проживают. Как вы оцениваете принятие этого закона и как вы считаете, не приведет ли это к обострению внутриполитической ситуации в непростом Одесском регионе? Давайте по порядку. Давайте. То, что касается ущемления прав национальных меньшинств, о котором, как вы правильно заверили, говорят некоторые наши европейские партнеры. В чем они состоят? Вы можете на этот вопрос ответить? Вот вы как граждане на Украине. Они считают, что переход на украинизацию образования, всех сфер образования в Украине, приведет к тому, что язык, на котором привыкли говорить жители определенных сел и регионов, как минимум у них возникнут сложности на этой почве. Потому что украинский для них, ну, как бы он не считался государственным, для них он чужой. Как вы считаете это по справедению? Ну, я уверен, что вы, наверное, когда готовились к эфиру, вы наверняка смотрели, какое количество, например, украинских школ в той же Венгрии. Есть ли они там, в Венгрии? Либо есть ли украинские школы в каких-то других государствах, где процесс образования весь без исключения происходит на украинском языке? Это первое. Второе. Если мы смотрим в сам закон, образование, мы же говорим об образовании на украинском языке, начиная с пятого класса, для того, чтобы наши дети поступали в украинские вузы. Опять, наверное, для вас не секрет, и не секрет для любого жителя Украины, что для того, чтобы поступить, например, в немецкий вуз, наверное, ребенок должен выучить немецкий язык. Вряд ли он может, закончив школу на украинском языке, поступить в немецкий вуз. Для того, чтобы поступить в Великобританию, он, наверное, должен выучить английский язык, знать все предметы на английском языке, сдать соответствующие экзамены на этом языке и так далее. Статистика показывает, что в Закарпатье, там, где обучение происходило, в данном случае на венгерском языке, при сдаче внешнего независимого тестирования, дети, после брать по 12-бальной системе, до 40% сдавало от 1, 2, 3 баллов, если вот взять 12-бальную систему. Судьба этих детей в будущем. Они не поступают в украинские вузы, они не в состоянии в них поступить. То есть мы закрываем им, закрываем им этот путь в украинские вузы. Берем второй аспект. Я категорический сторонник развития любых таких культур, вот нацменьшинств, которые в данном случае проживают в Одесской области. Болгары, греки, гагаузы, молдаване. По одной причине. Это неотъемлемая часть, составляющая нашей украинской культуры. Нашей украинской культуры. Здесь абсолютно комфортно живут болгары на протяжении уже более 200 лет. В комфорте, в мире, в согласии. У нас 34 школы в Одесской области, где изучают усиленно болгарский язык. 1 ноября мы открываем класс изучения болгарского языка с преподавателями из Болгарии. Ни одного препятствия изучению любого языка в законе не существует. Ни теоретически, ни практически. Я буду безмерно рад, если наши дети будут знать как можно больше языков. 2, 3, 4, 5. Ведь мы же с вами полностью понимаем, ни у одного ребенка, который начинает ходить в школу и учит предметы на украинском языке, не возникало, не возникает и никогда не возникнет никаких проблем. У кого возникают проблемы? У политиков. Это же интересная тема. И у того, кто не хочет изучать язык. У детей точно не возникает, которые учатся. Мы же говорим о системе образования. Мы даже сегодня, в этом году, когда сдавали внешне независимое тестирование, происходило у нас в оценивании в области, 76% детей языком сдачи экзаменов выбирали украинский язык. Поэтому это абсолютно надуманная проблема. То, что касается наших европейских партнеров, я считаю, что уважение должно быть взаимное от начала и до конца. По оценке очень многих экспертов, этот закон является одним из самых демократичных. Если мы, например, возьмем Швецию. В Швеции есть официально признано пять языков национальных меньшинств. Пять. Все эти языки, максимальное время обучения в неделю — пять часов. Я думаю, что наша страна имеет более демократичный закон в Европе. Поэтому я уверен, что все эти политические страсти, в том числе на международном уровне, они уляжутся, и мы будем по этому новому, нормальному, прогрессивному закону учить наших детей, чтобы они получали качественное образование. С тех пор, как заговорили о том, что этот закон будет принят еще на стадии законопроекта, мы регулярно выезжали в области, в частности, в регионы, населенные национальными меньшинствами. В большей степени пугает местных преподавателей, педагогов не столько вот этот языковой вопрос, сколько вопрос той унификации, оптимизации ряда точных наук, предметов. Вот, допустим, химия, физика, биология, астрономия, экология, география теперь превратятся в один курс — «Человек и природа», либо «Естество знания». Ну, я не знаю, не помню, как точно называется в законе. И вот именно по нашим наблюдениям эта норма вызывает наибольшее опасение у людей, у местных преподавателей, именно потому, что столь универсальных преподавателей, даже в опорных школах, в сельских школах, в школах, в ПГТ просто нет. Что в этом направлении будет делать? Как, скажем так, заполнить вот эту пустоту? У нас норма — это не принято. На данный момент идет дискуссия. Поэтому каким образом это сделать? Вся цель реформы системы образования, вся цель того, что мной делается в нашей области, это дать детям качественное и доступное образование. Качественное и доступное образование. Если мы посмотрим на реформу образования, которая у нас произошла, ведь что изменилось? Мы изменили сами подходы к образованию. Мы учим детей коммуницировать, мы учим детей анализировать. Мы убираем этот советский принцип «школа равно знания», потому что мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний день в любом айфоне, либо в любом другом смартфоне намного больше ответов на вопросы иногда, чем он может получить в школе. Очень важно этого ребенка научить это делать, научить коммуницировать, научить анализировать, собирать информацию, анализировать ее и применять в будущем эту информацию. Очень важно, чтобы система образования и уровень знаний, которые даются ребенку, не зависел от места его жительства. Только по этой причине мы проводим интернет-школы, только по этой причине мы во всех школах делаем Wi-Fi, по этой причине мы делаем опорные школы, мы убираем малокомплектные школы, понижаем их уровень аккредитации для того, чтобы качество образования было намного выше. Потому что я искренне считаю, я убежден в этом, не имеет значения, где родился ребенок и где он живет. В городе Одессе, в Приморском районе, либо он живет в Тарутинском районе, либо он живет в Арцисском районе, либо в Коденском районе. Не имеет никакого значения. Эти дети достойны того, чтобы им было дано качественное образование. Но если быть реалистами, мы же прекрасно понимаем, что привести высококлассного специалиста, например, по информатике, либо по физике, в какой-нибудь сельский район, либо в село, в сегодняшних условиях, наверное, не представляется возможным иногда. Это одна сторона. Вторая сторона, ну не может информатику, например, преподавать учитель биологии. Какой бы он умный не был, это разные абсолютно специальности, это невозможно. Поэтому мы вводим пакетных учителей, когда есть дистанционное образование. Мы хотим, чтобы все технологии, которые на сегодняшний день доступны, чтобы они были доступны нашим детям. Мы достаточно быстро в этом направлении развиваемся. Понятное дело, нужно повысить качество сельского образования в первую очередь. Потому что одно дело, когда ученик Приморского лицея в Одессе будет окажется в одном кабинете сдавать один и тот же экзамен с учеником какой-нибудь сельской школы в Тарутинском районе. Важно до него донести эти знания. Важно, чтобы у него он положил. И разработать методику, которая будет, собственно, внедряться. Давайте не о школах, а о ПТУ. Сегодня, собственно, вместе с профильным замминистра вы говорили о том, что необходимо срочно адаптировать образование, системы образования в ПТУ к потребностям 21 века. Хватит обучать специальности набор компьютерного текста. Это ваша цитата. Необходимо внедрять преподавателей по робототехнике. Это реально, вы считаете, в Одесской области в нынешнее время, когда, в принципе, профессия педагога оплачивается не так хорошо, как хотелось бы. Не возникли ли дефицита вот этих специальностей? Одно дело ваше желание, другое дело экономические реалии. Там был оператор компьютерного набора в аграрном училище. Но это вообще 90-е годы, поэтому я не могу даже ошибиться в теле науке. Да, хочу заметить. Когда мы начали анализировать систему профтехобразования, вот в целом все, что у нас происходит. Естественно, мы столкнулись с хроническим недофинансированием. Естественно, я столкнулся с полной бездарностью в управлении вообще системой образования, как таковой. Ну, чего только стоит 7 месяцев в бюджете, не было заложено 7 месяцев финансирования профессионально-технических училищ. Ну, это абсурд какой-то, да. Начали анализировать все причины, что к чему это приводит. Мы посмотрели рамку профессии, мы увидели там вот эти вещи там 20-30-летней давности. То есть мы выпускаем людей, они учатся, мы тратим это деньги, дети учатся там 3,5 года, они выходят, оканчивая учебное заведение, они не понимают, куда им идти работать. Ну, конечно. Потом они разъезжаются по Европе, устраиваются там на низкооплачиваемые работы. Что мы от этого выигрываем? Есть вторая сторона медали. Есть предприятия, есть бизнес, которым нужны специалисты. Специалисты, профессионалы в той или иной отрасли. IT-сфера, дорожное строительство, что-то в аграрном секторе. Вот эта связь между бизнесом и образованием вообще не существовала. Вот ее просто не было. Одни искали работников, вторые выпускали каких-то специалистов, которые никому не нужны. Поэтому на самом деле перестроить все это, это не является какой-то там страшной космической проблемой. Нет, можно закрыть глаза, закрыть уши, сказать, слушайте, я вот в домике, я не понимаю, как это делать. Это невозможно, потому что у нас есть такая, 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 такая проблема. Ну, вот там, перечень этих проблем можно иметь очень-очень большой. Начинает базы, материально-техническая, заканчивая там финансовые проблемы. А можно идти по тому пути, по которому мы пошли. Мы делаем кластер. Мы сделали один кластер на севере нашей области, мы будем делать на юге в Измаиле, мы будем делать кластер в Черноморске. То есть, мы в состоянии сделать действительно нормальную систему профтехобразования. Цель. Я хочу, чтобы ребенок, который заканчивает любое училище, чтобы у него был выбор между двумя-тремя компаниями, куда ему идти. Для этого в том числе мы вводим дуальную систему обучения, когда ребенок совмещает и обучение, и начинает работать, по сути дела, получает дополнительные навыки, которые ему необходимы, уже работая в той или иной компании. Не будет ли это похоже на строительство коммунизма в отдельно взятом городе и в отдельно взятом селе, когда я имею в виду, что это ваша инициатива, инициатива Одесской областной государственной администрации. Будет ли это подкрепляться и поддерживаться сверху, с Киева, хватит ли на это ресурсов, людей, специалистов, финансовых ресурсов в конце концов? Насколько это сложно? Все, что касается системы образования, у меня есть такая полная поддержка и понимание с министром образования. Полностью это поддерживаются все наши инициативы президентом страны. Мы не понимаем, мы же не поднимаем какие-то, не говорим о каких-то глупостях. То есть во всем этом здравый смысл, аналитика, расчет. Готовы помогать деньгами, да? В этом существуют четкие договоренности с тем же бизнесом, что им необходимы эти специальности. Когда мы приходим, пытаемся сертифицировать, аккредитовать ту или иную специальность, мы понимаем, зачем нам это нужно. То есть здесь, там во главу угла просто разум. Вот есть программа моя «Разумный регион». У нас же почему «Разумный регион»? Я хочу, чтобы у нас все было разумно сделано. Чтобы ты мог объяснить, зачем ты это делаешь. Поэтому я в этой системе не вижу. Более того, мне очень нравится, что то, что мы делаем, мы сделали первый в Украине кластер. Мы первые в Украине в этом году привлекли дополнительно средства от громад от местного самоуправления на финансирование профессионально-технического образования. Мы первые в регионе предложили в Украине и дистанционную систему образования, и онлайн-систему образования. И это все распространяется на всю Украину. Это мне, конечно, очень приятно, если учитывая еще то наследство прекрасное, которое в кавычках, которое мне досталось в январе 2017 года. В контексте этой ситуации можно и напомнить о том, что ПТУ вообще в последние годы закрывались, их количество сокращалось в связи с тем, что просто потребность в среднем образовании снизилась у людей в связи с тотальным разочарованием в этой системе. Я правильно понимаю? Но если выпускать специалистов, специальности, которые не просто не востребованы, которые практически уже не существуют в реальном секторе экономики, человек получает диплом и у него не существует в экономике, в реальном секторе экономики, где он может устроиться по своей специальности. Но как они могут не закрываться? Конечно, когда я пришел, например, все училища, из которых мы сделали кластер, предложения от департамента образования, давайте их закрываем. Там же все просто, нет училища, нет проблем. Конечно. Давайте вспомним о тех неотешительных результатах Одесской области. Знаете, как я прошу прощения, когда разруха не в клозетах, разруха в головах. В марте вы представили новую программу помощи абитуриентам при поступлении, при сдаче внешнего независимого оценивания. Я так понимаю, это возникла потребность в связи с тем, что Одесская область была на последнем месте в Украине по качеству результатов внешнего независимого оценивания. Сейчас мы называем эту программу B-Smart. Вот виртуализация образовательного процесса, получение знаний с экрана компьютера, с экрана смартфона, планшета, какие-то результаты свои положительные принесла. Есть какая-то уже статистика, я понимаю, что за каждой цифрой стоят какие-то конкретные дела, но тем не менее Одесская область из-за этой программы сдвинулась с мертвой точки. Да, B-Smart и вообще что все связано с этой программой это практически в прямом и в переносном смысле такое мое детище, потому что я имел лично прямое отношение и там сейчас имеет моя семья к этому к этой компании, которая это все дело реализовывала. Более того, курсы, которые в свое время там продавались а детям были отданы бесплатно. Это были лучшие педагоги Украины, которые сделали эти курсы именно видео уроки, тестирование в достаточно высоком профессиональном уровне. Когда я видел последние места, у меня был шок. Честно. Я мог все чего угодно ожидать, но не последнее место в Украине, Одесская область. Тогда еще программа B-Smart не работала. 5 апреля мы запустили эту программу. Мы увидели результаты как поднять. У нас самая лучшая динамика в Украине. По динамике мы там на первом месте. То, что касается непосредственно по в общем, по сдаче всех предметов, мы поднялись там на несколько позиций. По нескольким позициям мы поднялись на 15 пунктов. Из 20 очевидно там 4-6. Английский, химия, физика там 8 пунктов, 9 пунктов. То есть чем дольше было времени у деток подготовиться по этой программе, тем лучше результат мы увидели. Это не панацея, но это серьезный инструмент, с помощью которого ребенок в состоянии подготовиться. Все, что ему нужно, зайти на этот сайт, скачать эти курсы и затем готовиться. Мы сейчас заканчиваем процесс адаптации и по моему предложению министр образования готов это все распространить на всю Украину. То, чтобы все дети бесплатно пользовались этими курсами и получали знания, становились образованными людьми и строили нашу страну. В чем суть проекта? Давайте тем, кто не знает, не понимает, о чем мы говорим. Это лучшие преподаватели, которые читают необходимые для поступления в ВУЗы и в образовательные учреждения дисциплины в онлайн режиме с экрана. Правильно я понимаю? Либо какая-то еще есть особенность, которую я не упомянул? Немножко не так. Есть, например, такой там предмет, как физика. Одни из лучших преподавателей страны записали курс физики для того, чтобы ребенок мог сдать внешнее независимое оценивание, сдать соответствующее тестирование. Это состоит, естественно, из определенного количества тем. Вот каждая тема, она разбирается. Есть видео-лекция, есть непосредственное тестирование, уже по каждому из этих предметов. ребенок методично готовясь, например, по той же физике, либо математике, либо химии, изучая, либо биологии, изучая, пройдя этот курс полностью весь по предмету, он гарантированно будет готов к сдаче экзамена по тому или иному предмету. Тематики очень сильно не меняется. То есть, школа, по сути, не нужна, да? Нет, ни в коем случае. Естественно, ребенок учать в школе, но ни для кого не секрет, что зачастую, чтобы подготовиться, хорошо сдать тот или иной предмет, родители, естественно, беспокоятся. Я помню себя, когда у меня дочка заканчивала школу. У нее была, она дополнительно занималась, у нее была цель, она должна была сдать какие-то предметы на 200 баллов. Она хотела набрать 200 баллов, у нее это получилось. Она занималась, дополнительно ездила по определенным предметам для того, чтобы получить самый высокий балл. Точно так кто-то из родителей находит преподавателя. У него может быть это не существовать, и он может просто изучить это все с помощью новых этих технологий. Но когда мы особенно говорим о сельских районах, для них это просто неоценимая вещь. Причем я же еще раз говорю, источник знаний, где он будет это получать, меня вообще мало интересует. Мне нужно, чтобы он как можно больше этих знаний получил. Мы дали этот инструмент, пожалуйста, все, что нужно, просто пользуйтесь им. Ничего не нужно, просто пройдите этот курс, и вы сдадите нам много лучших экзаменов. Вы говорите, Одесская область существенно поднялась в этом году в внешнем независимом тестировании. Есть ли резерв у системы Бисмарт, чтобы вывести Одесскую область в первую пятерку хотя бы, регионов, которые будут считаться самообразованными в Украине? Конечно, я такую задачу и ставлю, но я еще раз хочу подчеркнуть. Мы стартанули 5 апреля, то есть время на обучение было катастрофически маленькое, реально катастрофически маленькое. Полгода? Не, ну как полгода, 5 апреля детки экзамены сдавали в начале июня. Программа полгода всего, да, а по сути она в этом несколько месяцев. Поэтому сейчас, конечно, если они начинают учиться, начинают заниматься по этой программе в ноябре-декабре месяце, у них будет более длительный период, естественно, они могут более качественно разобрать ту или иную тему, лучше подготовиться. Поэтому я уверен, что в следующем году у нас будет намного лучше результат. Но более того, помимо этой программы нам же нужно было еще обеспечить доступ ребенка к этому интернету. 32% школ на конец мая были обеспечены интернетом. На сегодняшний день начали год с 97% школ с высокоскоростным интернетом. Сейчас закончим раздатку школ по Wi-Fi в каждой школе для того, чтобы детки имели полный доступ. Вообще сфера образования, я так понимаю, это ваша профильная сфера. Вы больше всех остальных губернаторов в Одесской области, которых наш регион повидал за последние годы немало, занимаетесь именно этой сферой. Почему? С образования все начинается. Но где вы видели успешную страну с необразованными гражданами? Вот один пример приведите. Не существует. С образования все начинается. Образованные люди это значит успешная страна, это значит высококультурная страна, это страна с большим будущем. С этого все начинается. Нам нужны образованные люди, нам нужны здоровые люди. Тогда мы в состоянии все это построить. Поэтому я и занимаюсь столько образованием, поэтому я и занимаюсь столько времени тем же против образования. Когда сегодня на конференции меня начали спрашивать и какова цель? Вот я считаю, что у страны должна быть очень простая цель. Ни одного так называемого зарабичанина через какой-то период времени, чтобы украинцам было комфортно работать в Украине. Можно было бы себя применить в той сфере, знания которой он получил участие в университете. Спасибо огромное за беседу, содержательную беседу. Следим за вашей деятельностью и следим за вашими проектами. Спасибо. Оставайтесь репортером, счастливо увидимся. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.